С его именем связана целая эпоха в белорусском кино. Знаменитому режиссёру Михаилу Пташуку сегодня исполнилось бы 75. Народный артист БССР ушёл на пике творческой карьеры. Его последняя работа, фильм в июне 41-го, был снят по заказу Голливуда. О режиссёре-легенде Наталья Борделовская. История Яуреки Розы, якая из американской эмиграции вертается на Беларусь ради мупродков, как собрать музычный фольклор. Приезжая литерально за день до початка войны и на свои очи бачить усе жахи фашистского наступництва. Дзялчину уратовое советский лейтенант Иван у их каханья, але ён гиня, а ёй удается уратоваться и вернуться в США. Тема опошней стушки Пташука для его классичная. Режиссёр «Дзятя войны» и особисто близкую трагичную тему ён пранёс скрозь усю свою творчасть. «Вазьму твой боль» – картина про батько у творцы. Знак бяды с дымау на малой радзиме увёзцы федзюки на Брэшчані. Земляки Пташука навыц творыли музей гэтай стушки. «Час выбрал нас» и зрешты апагей – военный режиссуры Пташука. Экранизация романа у Владимира Богомолова «Час истины». Совершенно точно знаю, что многие российские кинематографисты, которые вернули тему Великой Отечественной войны на большой экран, говорили, что если бы не Пташук, не его в августе 44-го, они бы не смогли эту тему вернуть. У жнеуне 44-го стушка, якая принесла Пташуку сусветную славу. После премьеры «Майстера» был заважен на Батн Межнародном киноолимпе у Голливуде. Американский режиссёр Роджер Корман параунова у беларуских и коллегов со Стивеном Спилбергом и плановал с ним занять фильм перспективно оскароносный. Але планы не здействовались, бо Пташук загинул по дорозе на Нику кинофестиваль, на яким та яш стушка у жнеуне 44-го была отзначена у некольки номинациях. Зорный выканалецкий склад, что здымался у жнеуне 44-го, перевандровал у червень 41-го. А пошний фильм Пташука стал и для его, и для беларусской гильдии киноактеров первым опытом продюсерского кино и супрацовництва с Голливудом. Перевагой для «Майстера» было тое, что он ставил на своей земле, а лишь остатние позиции означали американцы. Яны обирали локации, скорочали термены здымок, контролировали игру актеров, яким литерально за пару месяцев треба было оболодать голливудскими технологиями. Где-то и он тоже перестраивал себя. Видно было, что он как-то пытается в эту систему как-то влиться, подхватить, хотя для него, наверное, непривычно было. Американский бок застався задоволенным супрацовництвом с беларусами. Сам же Пташук, який поспел побачить смонтированный фильм, не оценил яго, як серьезный высокомастацкий проект. Майстер был вымушеный отмовиться от звыклых яму широких Москву, от своего стылю. Голливуд навыд яго ауторскую назву «Стушки», «Песня розы» от имя головной героини дадал больше коммерциным. У червени 41-го павинно было стать заокиянским прологом у женюни 44-го. Наталья Бородиловская, Александр Горбачев, Альянс «Виталийновин».